Всем привет! Это канал Казак ТВ и это очередной тест-драйв. Долгожданный, вы же ждали тест-драйв. Пожалуйста. Я уже немножечко могу кататься и теперь время тест-драйвов. Ну и погода уже не такая солнцепалящая. Что будем сегодня тестировать? Очень интересный велосипец. Аналога у нас еще не было. Ну в такой концепции, как сегодня я вам покажу, таких байков на тесте у нас еще не было. Электробайк. Ебайк. На приводе Ямаха, не на Боши. Это двухподвес. Трейловый, с ходом подвески в 150 миллиметров. И на плюсовых колесах. Хайкбайк. Иксдура. ЛТ 8.0. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давайте внимательно поглядим на дизайн рамы и в целом велосипеда Очень агрессивный дизайн, очень мощные трубы Круто сделали мотор внутри, колеса плюсовые тут вписываются Толщина трубы, соответственно они тут смотрятся классно И вот сразу видно, что люди делают электровелики Они как бы давно, не зря точнее свой хлеб едят, они это показывают Я показывал вам другие велосипеды электро, тот же куб дрявый и так далее Там видно что-то просто на обычную раму влепили мотор и сверху прикрутили на два болтика аккумулятор Тут все серьезно, я думаю что и едет он по-серьезному Хайбайк это немецкая компания, которая, я скажем так, изначально начала продвигать ебайки в массы Ну вот как-то знаете, категория ебайк сразу всех ассоциируется это с хайбайком брендом Они наверное больше всех углубились в эту фишку и продвигают ее уже не первый год на рынок Часть где крепится сам мотор, да, Yamaha, он может быть Bosch, может быть Yamaha Это полностью летая конструкция, она такая цельная, то есть это адская мощная фигня Снизу такой защитный короб идет, это поликарбонат и он практически на всю нижнюю часть мотора То есть помните, когда мы Bosch тестировали, который был на Кубе, на ФЛТ Там это пластиковая просто коробка на моторе, которая ничем не закрыта Здесь как бы байк серьезный, даже несмотря на то, что 150 хода У них есть великий 120 хода, там все то же самое, короб есть, все закрывается, все классно Пару там моментов по мотору, он 250 ватт, у него крутящий момент 80 ньютон метров Этот мотор новенький у них, называется он PWX Предыдущая версия была, назвались они PW, ну Yamaha PW, модель называлась Чем отличается новая от старого, банально он стал на 400 грамм легче То есть в итоге мотор весит сейчас 3 килограмма и 100 грамм И он стал компактнее на 13% Батарейка съемкостью 500 ватт-часов, рейндж показывают в экстрим режиме 75 километров Не помню промежуточный режим, какой рейндж, но главное, что в эко плюс То есть это практически вот, ну, еле-еле вам помогает мотор Он показывает 200 километров Блин, 200 километров, чё? По компьютеру, Yamaha вот с этого года реализовала их немножко по-другому Раньше они были, по-моему, на руле, если я не ошибаюсь, дисплеечки Теперь они такие, знаете, как противоударные, спрятанные вот возле выноса Также отдельно можно купить такую приблуду, которая называется Yamaha E-Connect Это небольшое отдельное устройство, которое коннектится по блютузу к основному мотору И у вас уже функционал расширяется в разы Yamaha E-Connect имеет стройный GPS, есть даже слот под сим-карты То есть он умеет выходить в интернет Байк можно легко найти, байк можно ограничить по зонам То есть вы можете задать ему маршрут Если байк уедет дальше, то у него отличается мотор Грубо говоря, можно удаленно управлять велосипедом Под GPS его даже находить можно Единственный нюанс, что это устройство продается, к сожалению, отдельно Очень порадовала индикация зарядки батареи То есть на самой батарее тут показывают 4 деления Но на самом компьютере тоже, по-моему, порядка 8 или 10 делений он показывает, сколько заряда Но также он показывает и в процентном соотношении Это немаловажно, нам больше такого не было На Bosch просто батарейка стоит из 4 делений и догадывайся сам Конечно, рейндж показывает, но процентное соотношение, которое показывает, это еще круче Также есть пульт на руле, который переключает режимы Можно по менюшке лазить, показывает общий пробег и так далее и тому подобное И также есть кнопка вал Как на Bosch, да, велосипед просто катится рядом И вы его можете ходить по ступенькам Это очень удобно, когда это надо сделать вверх Колеса плюсовые, обода 40 мм Покрышки стоят, кстати, очень интересные Называются они Nobby Nick Мне интересно, как, кстати, покрышки эти держат Но задняя уже стертая так, как будто, знаете, шипы просто ножом срезали Их просто как и не было А передняя практически новая Тормоза Magura Вот тут очень интересный момент Передние 4-поршневые, задние 2-поршневые Вилочка стоит RockShox Yari Amor стоит Deluxe Давайте начинать наш тест-драйв Нашли хороший подъем с торчащими камнями Сейчас попробуем, как электроверчик в экстрим режиме на него закарабкается Думаю, что куп на Боша, наверное, здесь бы не закрутил бы Или закрутил бы Я думаю, вряд ли Мы брали уклоны, но не такие большие на нем, кстати Тут вот за счет торчка И на том хартеле было бы халепа Тут подвес, плюсовые колеса, зацеп больше, чувак На том, я думаю, тут не выехал бы Давайте попробуем, как этот корчуж мне закрутит наверх Проблема, кстати, ямаховских движков Я вот стою, нога просто на педали стоит Я не давлю, а он начинает ехать У Боша такого нет У Боша какая-то задержка есть Пока вы поставите ногу, он стоит Как только что-то давите, начинает ехать Это просто вот стоит нога, все, он начинает ехать Но в этом месте плюс У меня нет провала, когда вы куда-то закручиваете Потому что он постоянно работает, ямаховский движок А Боша добывает на него втыкание Ладно, поехали, нападем Пока проблем не ощущаю Как будто по ровному еду на обычном велике А вот сейчас начнется рок-н-рол Витя, ты успеваешь? Все объехал Ну мы сейчас попробуем еще разочек Это так, чисто пробный вариант Сейчас прямо по камням Прямо вот налетим в лоб на камни Накинь налетать, Витя, на вот эти Так ты хотел? Витя говорит Ты слишком круто едешь Остановись перед камнями А потом за счет крутка педали Проедься Давайте попробуем Так, сейчас останавливаемся перед камнями, теперь поехали. Теперь есть классный уклон, каменистый, с большими камнями, есть поменьше, и тут чуть меньше уклон, чем был только штон. Давайте попробуем, как он вышкребится здесь наверх. Тут, в принципе, нереально проехать ни на каком обычном механическом велосипеде. Этон и электро, я думаю, даже на хартеле вам тут ничего не светит. Но у нас, черт побери, 150 хода и плюсовые колеса. Я думаю, что тут будет сейчас весело. Давайте пока небольшой разгончик возьмем. Тут, может, такой выступ, стрёмный. Слишком просто, мне кажется. А теперь попробуем максимально сложную траекторию, выберу самые большие камни, которые будут у меня на пути. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот большой рычаг, например, вот. Проехал без проблем. Тут тяжело держать равновесие. Оно просто начинает подкидывать, поняли? И начинает себя назад образовать, а потом в сторону начинает. Либо пробовать больше скорости дать. Сейчас, давайте еще разочек. Пришел товарищ и коллега наш. Говорит, снимаете, говорит, видосы здесь, подлецы? Говорит, да. Что, на электрокорчужине? Говорит, заезжайте. Говорит, не может быть. Сейчас, все будет. Так, наш товарищ решил развеять миф. Сказал, что все электроговно у вас. Я сейчас, говорит, попробую с помощью трейловой велички сделать. Тоже сложный подъем. Ну, пожелаем ему удачи. Вперед. Так, он берет серьезный разгон. Я думаю, что ему это поможет. Я еле успеваю за ним. Так, так, хорошее. Выбирает несложную траекторию. Оп, оп. Взял камень в камень. Почти взял. Но ничего. Контакты. Нужны контакты парню. Так, 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 так. Так, либо 50-я звезда выбирает полегче траекторию. Что, конечно же, не совсем, честно. И левее сейчас будет рывок. Рывок, стоя на педали. Ну, что ж, теперь мы дали электровелоспед, чтобы человек понял разницу. Ну, давай. Первый раз в жизни на электровелике? Да. Ну, да. Ну, я думаю, будет тебе сейчас понравиться. Только вставай на педали, чувак. На подъемах вставай. Да. Я не успеваю за ним. Чуваки, это прикол. Это прикол. Сильно у тебя только что, покрутило. Он реально крутит, как горшочек волшебный. Ты только разгон взял, там можно было безразумно. Да я же по привычке на своем. Думаю, надо вкручивать. А оно само обалденно. Только тяжелый, зараза. А попробуй вниз спустить. Чувак первый раз на электровелоспеде. Еще и дали ему подвес. Да еще и практически топовый. Ну, да. Это Элька. Большой, тяжелый, прет как ледокол. Аж страшно. К управляемости надо привыкать. Я пока не привык. Да, и бездонная подвеска, да? Есть такое ощущение, что он бросок подал. Ну, я еще легкий, я не проживаю. Ну, это Элька, типа, большая для тебя. И большая, и с моим весом я ее не продал. Ну, привыкать надо. К таким велоспедам привыкать. Даже если будет твоя ростовка, надо привыкать. Надо так с перворазной паучки. Я катался по трейллам на своем трейловом велике. А потом на этом совсем другие ощущения. Вроде как, знаешь, к концу вечера приловчился. Потом на следующий день беру свой сам-джампер. Блин, это просто как пушка. Я думаю, что он либо резко вниз, либо резко вверх. А просто по-ровно и неприкольно. Заезжает, конечно, заезжает очень хорошо. С недавних пор за хайбай катается сам Сэм Пеленгрим. Да, это тот чувак, у которого нет переднего зуба. На вылетах пуляет просто как бог, несмотря на его вес. Вес у этого велосипеда, чуваки, просто запредельнейший. Я не помню, сколько там по паспорту, но это больше 20 кг однозначно. Мне очень интересно на нем прыгать в вылет. Потому что, когда я был в Германии, на Меридии не было возможности попрыгать. Здесь запрошу я найду вылет на нем попрыгать. И, конечно же, мы его запустим на наш тестовый круг. Я думаю, что нужно сделать отдельные заезды тестовых кругов электровелоспедов. Что вы об этом думаете? Пишите комментарии. Потому что я думаю, что однозначно какой-то спецчасток он выкатит, станет царь горы. Ну, это, конечно же, нечестно. Но я думаю, что для эйбайков мы сделаем отдельную статистику. Да? Ну, логично же. Какого черта? Первый наш тестовый спецчасток. Сейчас поглядим, как на нем задаст жару. Вечек. Лишь бы не было народа. Пока, Виктор. Да, движок уже не работает. 27 км в час и все. Все, я еду за счет своих ног. А вот большие проблемы спереди у нас люди. А, нормально, так перепрыгнули. Блин, песка, тьма. Конечно, классно весной и осенью ездить. Оу! Вот это я сдал с дрифта. Посрывало колеса там просто как только могло. Да, тут на механических великах сейчас будет не сладко. Везде ямы повымывало. Я вот еду, меня трясет. Но просто за счет больших колес, если такие 150-метрового плюшевого хода, я этого не замечаю. Но поверьте, тут просто жопа. Е-мое. Да, конечно, наверх я аж выстреливаю. 22-23 км в час. Добрались до вылетов. Для начала возьмем небольшой вылет. Ну, с приемочкой. Поглядим, как перчик ведет себя в воздухе. Кстати, мне очень интересно. Масса большая. Проблема, что... Ну, тут как бы скорость большая не нужна, но те вылеты, на которых нужно загоняться там километров 30, надо будет сделать проблематично, чтобы долететь. Ну, поглядим, попробуем. Мне просто очень интересно. Потому что я срел, что Сэм Пелегрим очень круто летает на вылетах, на электробайках. И вес его не очень-то и смущает. Давайте поглядим. Добрались до следующих вылетов, до нашей мини-дыха трассы. Мы прыгали этот маленький, да. Сейчас есть вот разрывные большие с авкатом. Есть два скоростных вылета. Мне очень интересно, как ведчик поведет на них. Это будет очень страшно. Тут скорость уже нужна намного больше. Но на этом вылет он не скоростной, а у тех вылета скоростные, чтобы долететь. И скорость нужна приличная. А проблема в том, что мотор на 26 километрах отрубается. Мне придется еще эту дуру занять ногами. Давайте поглядим, что выйдет. Время тестового круга, первого. Это было интересно. Знаете, что это кольцо, что там очень большая часть трека, это подъема. Напомню о результатах. Официально Эпик занимает первое место 3,51 время. Потом велосипед с именем Инкогнито, который мы не хотим светить, заехал на 3,46. Хайбайк, X-Duro, с ходом 150 миллиметров. Электробайк. Заехал со временем 3,39. Конечно, он выиграл. И как это было ни странно, большая большая часть подъема. И в подъем, когда он валит 27 километров, это по большей части больше, чем вы можете выкрутить ногами. Но я думаю, что поистине гоночных велосипедов на тесте еще не было. И весной этот результат, скорее всего, изменится. Нашли небольшой такой торчок с песка. Здесь такое, подъем вроде бы как небольшой, ну, достаточно большой, скажу. Но тут проблема в том, что песка просто срака сколько. Давайте попробуем сюда заехать. Так, ну, начинается все всегда безобидно. А вот тут начинаются уже проблемы. Главное, рулем не крутить. Не, нормально все. О! Только что в сторону не ушел. Предлагаю попробовать взять этот торчок. Сначала без разгона попробуем, а потом разгонимся. Вообще без шанса, на самом деле. Ладно, давайте разгонимся. О, даже с разгона ему это дается. О! Непросто. Не заехал. Ты смотри. Ну, электровелики везде заезжают, да? Еще разочек, последний уже. Попробуем. Вот так вот. Семь хейтеров на зло. Наш второй тестовый круг. Сейчас будет очень интересно. Как велик пойдет себя на нем, на камнях. Это, конечно, будет жесть. Все, 27 больше не едет. Блин, вот эта херня, конечно. О! Вот это жесть! Подвеска просто бездонная. А вот тут песочек. Ах, его даже не сносят. камушки white стремно давно ездил все размыло я все уже забыл очень страшно колеса конечно сглаживает практически не трусит но управляемости вообще нет просто ноль финалочка давайте подытожим такую концепцию велосипеда подытожим работу компонентов и в целом мотора это очень интересный был опыт у нас тормоза Magura реально хорошие тормоза мне понравились передние четырехпоршневые напомню задние двухпоршневые и реально классно тормозят единственное что дизайн ручки конечно дико на любителя а калиперы выглядят очень красиво передние вообще божественно выглядит плюсовые колеса держат точка ну вы знаете я на многих уже разных плюсовых колесах катался и на Schwalbe и Maxis я уже видал и на нашем Pride стоят вообще ноунеймы какие то они все держат ну я не видел еще плюсовых поклес которые не держат ну это понятно потому что у вас такая покрышка как она может не держать держат все абсолютно подвеска у этого велосипеда напомню 150 мм хода и ощущение бездонности вот реально он такой просаживается кажется что он никогда не заканчивается потому что еще колеса гуляют вот эта вот амортизация колес плюс амортизация велика и Yari и Deluxe работают очень классно и ощущение что он просто бездонный реально мягкий все хавает абсолютно обрабатывает каждую неровность я после этого велосипеда сел на свой стенджампер и как будто на хардтейл пересел просто отвыхаете мгновенно сердце этого всего конечно же мотор Yamaha это обновленный мотор хочу вам сказать первый момент Yamaha работает на мой взгляд интереснее чем Bosch он страгивается мгновенно у него нету провалов но есть в этом во всем один огромнейший минус просто огромнейший невозможно поставить ногу на педаль и стоять он постоянно дергается то есть либо ногу надо убирать либо зажимать тормоз в общем это дикая проблема и это бесит по компьютеру все классно он конечно здесь спрятан в отличии от Bosch который находится на руле в этом есть дикий минус минус в том что Bosch можно снять когда вы идете в магазин и положите в карман и велик уже не угонят ну лишь только своим ходом то на Yamaha можно просто нажать кнопочку сесть и уехать потому что чтобы его отсюда снять открутить болт крепления можно тут потом провода которые не отцепляются и в этом есть дикий геморрой конечно же если вы поставите дополнительный устройство с GPS с такими сим-картами вы сможете слить свой велосипед но это дополнительный геморрой лучше бы конечно чтобы этот компик просто за щелочки снимался а вы в карманчик его могли ложить как Bosch это классно следующий нюанс который меня очень порадовал с Виктором мы реально такого не ожидали он действительно едет много заявлено 70 или 75 км в экстрем режиме ну нам удалось выжать максимум 62 там 60 км в экстрем режиме и это реально на порядок больше чем это было у Bosch при таких же характеристиках я думаю что ну может быть 65 км можно будет выжать учитывая то что байк тестовый его юзают фосы в гривы возможно аккумуляторы немножечко устали за сезон я думаю что на новом действительно 70 можно проехаться в экстрем режиме 70 в экорежиме 200 он показывает ну экорежим конечно печальный блин здесь на вылетах вообще я обалдел реально я не ожидал упс вот это проблема видите чуваки невозможно его ниоткуда вытащить вес сумасшедший но к весу мы сейчас еще вернемся если вылет более не неправильный длинный очень стабильно в воздухе очень стабильно при приземлении вообще не колбасит просто как танк вылетел приземлился и когда приземляетесь такой как на воздушную подушку он просто и ушел куда-то это реально прикольное ощущение на большой скорости по камням конечно контроля немного нет все таки вес сказывается он хоть излатывает но не можете поймать контроль я катался по тропинкам с каменистыми такими участками ну на нем такое знаете развлечение потом я взял стеймджампер и поехал там понаваливо вот стеймджампер ну любой трейловый велик реально классно это гонка он едет быстро он прыгается он отзывчивый он поворачивается и так далее это вся фигня не поворачивается чуваки какая у меня была крепатура после того как я покатался целый день на этом велосипеде просто безумно тяжело тяжело долго кататься казалось бы хоть и электровелосипед но за счет того что он не поворачиваем вы очень больше усилия применяете к тому чтобы его выдернуть к тому чтобы где-то заложить так далее и физически это очень сильно сказывается второй большой минус это его черт побери вес чуваки поверьте это большая дилемма большая дилемма заволохти его на ступеньки большая дилемма развернуть залезть и так далее и тому подобное многие конечно могут меня не понять и говорят чувак ты вообще уже охренел просто тебе электровелик дали который пятерку евро стоит и тебе это вес что-то там не нравится чуваки это большая проблема всех электровелосипедов на сегодняшний день проблема я считаю одна это их вес запас хода я считаю что ну 60 км смотрите вот мы сегодня снимаем второй день тест драйв я специально вчера его не заряжал не ставил на зарядку и сегодня докатываю у меня еще километров 7-5 там показывает то есть мне хватит доехать домой два дня полноценного жогова по хорице и по вылетам этого с головой то есть проблем с батарейками в принципе нет учитывая что можно две поставить батарейки там и так далее и тому подобное а вот вес это большая проблема и как только решится вопрос с весом этих велосипедов как только они будут весить килограмм хотя бы 16-18 это будет очень круто время второго теста круга но это не круг это спецучасток тут тоже интересный момент здесь как бы уже были и вылеты и каменная секция было интересно как Филик себя поведет напомню что лидером является минута 23 это Скотт Гениус Карбоновый по-прежнему он является лидером местами где 50 км в час на старте после трех вылетов то на электровелике просто невозможно такую скорость развить ну и на каменистом участке было очень страшно его кидает он вроде как и проглатывает колеса но все равно разбрасывает углы нити он тяжелый его сунет ну время его конечно минуты 37 все тройловые велики заезжали за минуту 23 даже Интенс умудрился заехать за минуту 31 байк из музея который а этот заехал за минуту 37 то есть на 6 секунд дольше электровелосипед хочу вам сказать электро обосрался на тестовом круге казака на втором буду вырезать или нет? тоже нет оставим ну а теперь к самому главному хотел бы ли я себе такой велосипед как дополнитель как основной точно нет это я вам скажу ходя луку на сердце я не фанат такой штуки а на самом деле если вы гоночный парень если вы гусаете вам эта штука даст только фан в принципе она вообще создана для фана не создана не для гонок она не создана для каких-то там покорений вершин там и так далее это фановая вещь да я бы не отказался иметь в своем арсенале такой велосипед чисто так знаете на выходные выезжать где-нибудь повеселиться в горы можно поехать там где проблемы с подъемниками можно закарабкаться своим ходом там и так далее чисто веселье вот ну я не готов за веселье платить такие большие деньги использовать велосипед как один для всего ну я лично для себя не вижу такого смысла потому что у меня вообще другие цели для велосипедов некоторые люди видят смысл в этом велосипеде но я скажу так что на нем без проблем спуститься вниз на нем без проблем закарабкаться вверх на нем без проблем куда-нибудь далеко ездить единственный минус этих всех велосипедов то что у них еще стоит ограничение 26 км в час 27 там и хотелось бы больше и на трейлах хотелось бы больше спасибо магазину байк спорт топ который является официальным дистрибьютором хайбайк в украине за предоставленный экземпляр на наш тест это был интересный и незабываемый опыт на этом у нас все подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх жмите на колокольчик в инстаграм не забудьте зайти а также в инстаграм наш магазин и еще хочу сказать для вас большая новость мы все таки идем в ногу со временем решили открыть еще канал в телеграме там будет новости из мира мтб там будут спойлеры какие-то интересные которые в инстаграм мы укладываем там конечно же будут все наши ролики и много всего еще интересного на этом пожалуй все целом г